Российский, пашихонский, голландский, тильзитер, сыр со вкусом топленого молока. В Бресенском районе сегодня открылся новый сыроваренный цех. Реализация инвестиционного проекта поможет поддержать экономику района и создать новые рабочие места. С деятельностью нового завода сегодня познакомился Олег Николаев. Глава республики не с проверкой, а с желанием лично увидеть, как обстоят дела, что называется, на местах, проехал по нескольким населенным пунктам. Факт останется фактом. Жизнь налаживается, новые стадионы, дома культуры, школы, детские сады – это не в центре больших городов, а в маленьких селах и деревнях. Пока в интернете считают тех, кто уехал из родной Чувашии, поддавшись на огни больших городов, в селе Новое Чурашево и Бресенского района кипит жизнь. Здесь много ребят, желающих заниматься спортом и творчеством, а спрос рождает предложение. В рамках подпрограммы благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской республики и государственных формирований современной городской среды завершены работы по благоустройству спортивной площадки для игры в мини-футбол и баскетбол. А это значит, что долгожданному районному турниру по футболу – быть. У нас в этом году еще семь поселений участвуют по этой программе, и буквально в ближайшие два месяца, мы надеемся, будут еще две новые площадки. Молодежь в этом сельском поселении, она у нас не собирается никуда уезжать. Молодежи в действительности много, инициативная молодежь, и есть фольклорнг, спортивная команда. Молодежь всегда в этом сельском поселении участвует на районных соревнованиях. Сила физическая, скоро здесь и сила искусства. Молододокументация готова. Будут строить дом культуры на 150 мест. Вместо этого старого здания – просторный зрительный зал, эстрада, гримерки, уютное фойе, комнаты для кружков. Пока это все в планах, но земельный участок уже определен. Госэкспертиза дала добро. Нацпроект культуры здесь уже в 2023 году. А это школа в деревне Айбечи, 35 лет, ждала ремонта. В этом году уже заменили кровью, теперь она железная. К середине 21-го года, 21-го века, здесь наконец-то появились теплые туалеты. А вместо крашеных досок – современная плитка. Мы 80% за два месяца сделали. Еще 20% за один месяц есть. Запасы в 20 лет. Да, справляемся? Да. 25-го мы пойдем. Материалы уже по полосе закупим. 95% материалов у нас на месте. 1 сентября здесь прозвенит первый звонок. Те, кому школу рано, пойдут в отремонтированный детский сад. Настоящим событием для района стало открытие нового цеха молокоперерабатывающего завода. Наша мощность позволяет принять до 350 тонн молока. От 12 до 14 тонн варки делаем ежесуточно. Также производим 8 тонн сухого молока. Реализуем в основном в центральной части, ну и в пределах Поволжья. С открытием цеха появились и новые рабочие места. Самое ценное в том, что вот такого рода производства нам позволяет, конечно же, прежде всего развивать агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные направления за счет более углубленной переработки продукции. Но кроме того, такие производства – это, конечно же, мощный импульс развития конкретных территорий, в данном случае и Брестинского района. Поэтому мы активно поддерживаем реализацию таких проектов на всех этапах его реализации. Общая стоимость инвестиционного проекта – более 282 миллионов рублей. Кроме того, на территории завода началось строительство системы очистки отходов, и он скоро должен заработать. Завершается реализация инвестиционного проекта строительства очистных сооружений мощностью 200 кубических метров. Принцип работы очистных сооружений основан на биотехнологиях. Запуск – 2 декада августа текущего года.